День села праздновали в селе Хирино Шатковского района с особым размахом. Для селян этот праздник особо значен. Он приурочен к годовщине восстановления уникального храма усекновения главы Иоанна Предтечи. К слову, День села в Хирино празднует весьма колоритно по всем русским традициям. Алена Прончева продолжит. Ранним утром у церкви полно народу, все в ожидании. Вот-вот сюда прибудет ковчег с частицей мощей Иоанна Предтечи. Святыню везли сюда из самого Ватикана. Для селян это, пожалуй, самый ценный подарок. Две тысячи лет и связь времен сегодня здесь воплощается в этом храме. Как некогда был это построен храм, потом был разрушен и восстановлен чудесным образом. И пришел восстановить этот храм человек, который никогда здесь не родился и не жил. А его корни, его здесь предки жили. Это и есть дух Святой Руси. Здесь в селе Хирино жил праздник Игоря Шурбели. Сам же он лишь слышал о своей малой родине до 2011 года, когда впервые побывал здесь. Тогда и увидел храм, разрушенный и почти мертвый. После этого Игоря учредил благотворительный фонд. И четыре года назад на собранные деньги храм восстановили. Тогда селу исполнялось 430 лет. И именно в юбилейный год праздник День села приобрел особое значение. Но никто и не думал, что однажды храм получит такой подарок. Святой Ковчег с частицей мощей. По благословению святейшего патриарха нашего Кирилла и по благословению Папы Римского. И они получены были мною лично в гроте и принесены в этот храм навсегда. Поэтому это сегодня является частью этого храма, частью вашего достояния. Последовательно здесь, в этом поселении, в селе Хирина, воссоздаются православные традиции. Для каждого, кто участвовал в этом, является радостью, надеждой, свидетельством тому, что жизнь побеждает. И каждого из нас это призывает к созиданию, к тому, чтобы мы объединялись и решали все наши проблемы. Сразу после божественной литургии возле храма начались народные гуляния, зазвучали русские народные песни. Выступали лучшие фольклорные коллективы Нижегородской области. Здесь же по соседству развернулись и целые ремесленные мастерские, например, по плетению осенних венков. Берется кленовые листья и наматывает проволокой на другую проволоку. Ну и, в общем-то, все. Свои работы на выставке представили лучшие мастера со всей области. Они же делились талантами с гостями, раскрывали свои секреты. Николай Муравьев – мастер знаменитой федосеевской игрушки. Она считается родом из Семеновского района. Николай Сергеевич делится. Сейчас он единственный мастер в своем селе. Каждая игрушка сделана рученьками, каждая деталька прошла через пальчики. Игрушки делаются ножом, лошкарным ножом, острым. Ну, изначально заготовки делаются топором, поэтому называется федосеевская топорная игрушка. Самое главное для наших детей – вот эту традицию не забыть. Все-таки же мы русские, православные, и это очень-очень важно. Я в восторге от праздника. И о том, насколько это действительно важно для местных жителей, было понятно по улыбкам гостей и не смолкающим аплодисментам. Алена Прончева, Максим Ефимов, Иван Иконников. Вести Приволжье.